Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Влад. Мы с вами продолжаем играть в модификацию на сталкеров Тень Чернобыля под названием The Old Episodes 3 или Старые Эпизоды 3, Старые, не знаю, Записи 3, всякая херня, короче говоря, неважно. Достаточно пока что интересная модификация в плане сюжета. Если вкратце, то мы обычный вояка. Да, это принципиально. Для того, что уже было, это, скажем так, обыденная вещь, мы супер военные, всякие решающие проблемы разных. Ботаника в ученых пределах ЧЗО. Короче говоря, это такой некий крепкий орешек. Но это, в принципе, уже давно прохаванная тема, в модах используется часто некий такой аналог боевиков из 90-х. Так вот, мы прибыли на территорию ЧЗО, у нас задание пропала группа ученых, которые очень важны, и еще более важны их исследования, которые они проводили здесь, снизу, в данных катакомбах. И нам нужно их найти. Мы с вами получили свое снаряжение, у нас, в принципе, все неплохо по потрошкам, по аптечкам, вообще все, в принципе, неплохо. Сторон, что у нас амуниция наемников, то это реально немножко меня пугает, а не военного, но всякое бывает. Так, надо зарядить подствольник, мало ли что может быть в этих катакомбах. Неизвестно, куда пропали ученые. Пока что основная вещь, на которой списывают пропажу, это какой-то необычный эффект, скажем так, появления аномалии из ниоткуда. Но все-таки, я думаю, это не основная причина. Так, какой-то жмурик и ПДА. ПДА забрали. Опытный наемник-враг, Ян-Зверь-Быков. Отлично. Наемники спускались вниз вместе с учеными? Или что-то не так? Так, ПДА-мертвеца. Запись ПДА-мертвого. Выдвигаясь, группа из янтаря к объекту. Прямо на пороге, черт подери, у болота нарывались на каких-то странных поражениях зоны. Огромные, сильные, вонючие. Вроде это были медведи. Серегу они положили, мы кое-как ноги унесли. Стрелять не было бесполезно, пули их не берут. Хотя у нас стало не слабо. Интересно, как их вообще можно убить? Разве что в аномалию загнать? В итоге мне досталось от этого злобного мисс семейства. Рана не сильно большая, но сразу загноилась. Видимо, очередная чернобыльская зараза под кожу залезла. Антибиотики не помогли. Спустились по дальнему проходу, перекрыли его капсулами. Расположились, так сказать, в прихожке. Меня послали проверить дальний проход, что прямо к НИИ, и перекрыть быстрее пути к объекту. Вроде все верно сделал, капсулы не осталось. Черт возьми, с раны совсем плохо. По дороге еще досталось от этих мелких тварей, тушканчиков поганых. Все нам подрали. Все, не могу идти, ноги уже пухли. Медвежья рана в гное, а нога позеленела. Группа не отвечает, видимо, конец. Окей, надо бы какие-то трупы поискать на болоте. Мне кажется, там что-то должно быть. Вот, не знаю, прямо есть какая-то чуйка. Так, давайте продолжим тогда дальше идти. Пока что, вроде, ничего особо интересного нету. Так, продолжаем. Пока что все очень мутно. Плюс я не совсем пойму, что за капсулы они используют. Ага. База, прием. Вошел по отследной коммуникации. Все пока тихо. Так, ясно. Аномалия. Проходы справа заблокированы аномалиями. Как поняли, прием. Аномалии там быть не должно. Подбегайте, вперед, там есть еще один проход. Ну, братан. Не знаю, что-то должно быть, но аномалии есть. Так. Опа, что за херня? Так, тихо, тихо, тихо. Ёлки-палки. Все печально. Отстрел, отстрел, отстрел. Тараканы? Что? Твою мать. Вляпались, блин. Интересно, что из них жестче бьет. Сучка. Даже не хочу это узнавать. Стрейфим, стрейфим. Отходим, отходим. Отступаем. Как учили в уч... Воу! Нихера себе дернуло. Плохо. Они забираются по лестницам. Черт. Так. Ой, лол, это вершина. Дальше спать некуда. Нихера себе укусил. Здорово. Так, ну это были не все. Отношения враг. Ничего внутри не имеется. Это рад тараканы, слушайте. Походу разработчик был жестким любителем фоллаута. Здесь и Яугай из Фолыча. И таракашки. Да, жалко, что пустые. Я бы что-нибудь собрал с них. Потому что нофта мы уже видели. Они, в принципе, легко полегли. А вот эти гадости... Че-то как-то они... Передвигались не очень. Противные гадости. Ладно. Вроде не сильно царапают, поэтому не особо страшно. Здорово, братан. А что там по патронам? А, еще две сотни бронебойных. Окей, тогда можно не париться. Я уж переживать начал. Так, куда они смылись? Тоже пустые, да? Ну, здесь, наверное, нет никакого смысла. А в собирании чего-либо. С этих тварей. Какой-то рык был нехороший. Так. База, ну, не знаю. Что вам ответить? База молчит, поэтому постараюсь, наверное, обойти сразу. Так. Все, блин, перекрыто. Все закрыто. Здесь вроде нет нихера. Куча аномалий. Гранатка. Это хорошо. Гранатка, это прям, вот я чувствую, может пригодиться. Прям вот может. Так, здесь все пусто, нету ни черта. Ага, ага, ага. Блин, чисто вот добью его, чтобы потом не париться. Да ты смотри, зараза. Ага, он сам сгорел. Жареный тараканчик. О-о-о-о. Ясно. На самом деле, деликатесы это прям целое... Ой. Насекомы это деликатесы прям. У них есть целая кухня в Индонезии. Там и тараканов жрут, и что только не жрут. Здесь вроде бы чисто. Нет, нихера. Странно. О, еще две гранаты. Причем здесь такие, бронебойные. Это прям приятно. Так, э-э-э... Какой-то артефакт. Давайте засчитаем. Пустышка, странный артефакт. После очередного выбора со зоны буквально заполнили такие пустышки. Толку от них никакого, излучения от них нет... А, ну я понял. Собирать нет смысла, покупать обменять. Окей. Собирать нет смысла, навряд ли, навряд ли. Я вот не верю, что такие объекты существуют в игре, но их нет собирать смысла. Скорее всего, нужно будет для чего-то. Может, их как-то потом будет активировать, возможно. Опа. Это что такое было? Кстати, вот еще один такой лежит. Заберем. Пока что соберем. Почему бы и нет? Кто-то кашляет. Слушайте, мне это не нравится. Ага, здесь походу была растяжка и... Крысюк нас спас. Вот, видите, она не сработала. Так, чей-то говар. Тихо. Опа. Хорошо. Что, всех положил, что ли? Вот это было качественно. Нихрена себе. Нихрена себе. Они просто ваншотают. Так. Еще есть, интересно? Фу, блин. Вроде бы все, ребят. Что-то я, короче, наверное, раза три переиграл. У них опытный наемник, а... Причем нет у него имени, то есть скрыто. А где ваши пушки? Нифига себе, у них ай-освалы. Вот так-так. Так что бригада этого парня не померла, блин. Они здесь дошли до сюда. Фига себе, слушайте, какое лицо у него, а. Да, в этом моде графен, блин, немножко, скажем так, неплохо, неплохо. Модельки прям выделяются очень сильно. Так, собираем все, что есть. Вещи, гризли. Трупы вроде все обработал. Я, конечно, мне прям чувствую повезло, что я первых слил первую толпу прям с подствольника. Они, походу, делали привалы. Другие ходили... Ну, у нас тремя стояли. Как-то проспали мой заход. Так, стволы... Вот, этот прям самый целый, я его оставлю. Все остальное... Я скину. Таких модок, скорее всего, коротенький, нет даже смысла что-то собирать. Ага, здесь тоже перекрыто. Ах, ясненько. Ненавижу это место, потому что я этой аномалии редко пользуюсь. Я даже не знаю, точнее вот так, передвижение. Надеюсь, повезет, я смогу сквозь него пройти. Ёлки-палки, я ненавижу её. Просто ненавижу. Ай-яй-яй, просто беги, просто беги, братан. Братан, просто, просто, вот, теперь с ним, окей. Хотя бы так. Слава богу, что не ваншотнуло, а то было вообще печально. Так, поднимемся наверх. Здесь есть что-нибудь? Пустышка ещё одна. Слушайте, да не может быть такого, чтобы она просто так валялась, эта пустышка, то есть, ради прикола. Так, ну мы, в принципе, уже почти зашли. Здесь сейчас будет аномалия, да, это мы же уже знаем. Перепрыгиваем, ага. База, приём, дополнительный проход, плотно перекрыт аномалиями. Иного пути не вижу, как поняли. А как понли, приём. Вас поняли, ожидайте. Михаил, сейчас здесь на базу и сразу... Окей. Сказали вернуться на базу. Зашибись. Так, ещё одна пустышка. Заберём. Не знаю, зачем. Но я что-то начал подозревать, что они как-то связаны с аномалиями. Вот эти вот, видите, места. Блин, нельзя пройти по нормальному. Так, перепрыгнем. Места, короче, игры, где аномалии появились искусственным путём. То есть, здесь раньше не было их. Они появились, то есть, из ниоткуда. Эти места почему-то перекрыты. На этих местах обычно почему-то лежит пустышка. Так, проход номер два. Сейчас будет печально. А, нет. В эту сторону мы прошли прям без потерь. Порадовало. Кстати, ПДА-ха. Так. Нихрена себе, просто не стоит, если ПДА нашёл. Это разраб писал, что нужно искать ПДА-хи, блин. Ёлки-палки, ну не так же прям на полу лежать. А чё-то информация там у нас в ПДА-хи. Лидер наёмников. Опа. Из всех записей можно выделить эту. Грёбаные мишки. И что им в своём сосном баруне сиделось? Только вышли, считай, уже одного потеряли. До объекта добрались. Походу, за собой заперли. А, подходы. А, пока тут посидим. Подождём указания с базы. Пришёл приказ любой ценой не допустить проникновения на объект. Значит, и будем в этих хванючих подвалах ещё долго сидеть. Надо бы все проходы в шахту заткнуть. Не успели. Не успели, ребята, заткнуть все проходы. Мы всё-таки проникли внутрь. И учёные тоже. Только мы их пока что не нашли ни хера ни разу. И это прям плохо. Ага, теперь здесь растяжка есть. Зашибись. Возникает вопрос, как мне сквозь него пройти? Перепрыгивать, что ли? Ну-ка. Ага, фух. Сработало. Автозаряжающаяся растяжка. Приколите? Новая технология от наёмников. Это у них ухры-мухры. Так, давайте. Что время интересное, тогда увидимся уже, ребята, на территории базы. У нашего Михаила, который даст нам следующее поручение. Так, прибыли. Наши боицы, кстати говоря, подняли вертушку. Не знаю зачем. Есть, походу, на это причины. Ого. Ого. Там какая-то пальба. Да, круто ты вообще как царь бог поднял пистолет. Просто лучший. Братан, а может мы поговорим? Что, что за проблемы у вас начались-то слева? Я что-то не понял. Что-то ребята взволновались. Это. Не катакомбы, а дикий ужас какой-то. Мы сами в шоке. Никто не ожидал, что с этой третьей экспедиции будет так много проблем. Но главный вопрос, откуда на пустом месте залились аномалии? Ведь учёных в катакомбах нет. Значит, лаборатория не прошли. Явно они через аномалии. Значит, они появились уже после их прихода. Нет, ну они не могли пройти сквозь аномалии, если у них были супер-цисты. Причём связанные поверх научных костюмов, типа ССП. Поэтому могли в принципе, но маловероятно, конечно. Я думаю, это связано с тремниками, которые, как я встретил внизу, в их ПДА понялись какие-то капсулы. Капсулы-то концентрированная энергия аномальных образований. Они созданы искусственно. Но мы не имеем данных кем или чем. Насколько я знаю, эффект капсулы можно получить простой активации определённого артефакта. Но, как видите, сейчас в зоне, кроме пустышек, почти ничего не осталось. Так, стоп, а у нас есть один артефакт хороший, наш. Который нам выдал этот, какого, бордуля. Занятно. Теперь я начинаю понимать, зачем мне нужен был этот артефакт, который мне дал. Какая-то небольшая такая завязочка. Занятно. Мне доводилось уже использовать данный эффект на практике. Правда? Это занятно. К сожалению, к делу отношения не имеет. Как мне теперь подобираться до лаборатории, если все пути к ней перекрыты? Ну, это вы мне скажите. Так, дайте подумать. Хорошо, превратитесь к бороде. Он сталкер... Он сталкер, и они поболее меня понимают во всей этой аномальной чепухе. Если он не знает, как помочь, то я не знаю, что идёт дальше. Зашибись! Наша глава экспедиции, скажем так, мягко говоря, некомпетентен. Мягко говоря. А если быть правдивым, он нихера не шарит, они к этой экспедиции не подготовились. И уж тем более к её защите и жизнеобеспечению. Грубо говоря, просто кинули учёных, которые должны были дойти, а на случай форс-мажор у ребят не было вообще никаких откатов. Так. И снова здравствуйте. Ну здрав будь, чёрт чернобыльский, чем обязан. Приходилось ли вам когда-нибудь обезрёжать аномалии? Хм, ну вообще-то да, тебе зачем? Я не думаю, что вас посвящали в судьбе моего задания, но вкратце мне сейчас очень нравится научиться избавляться от аномалий. Ну да, короче говоря, Мишаня, раз такое дело, тут без 100 грамм не разберёшься. Давай так, тащи водочки, бутылочек так 5, тогда у нас стоит хороший совершенно разговор. А я пока подумаю, кто бы вам помочь. Дед, ты совсем уже охерел? Какая водка? Какой совершенно разговор? Время не ждёт, люди, возможно, ещё живы. Так, ты не кипишуй, дедушке не беречь. Не будет водки, не будет в дальнейшем разговора. Когда-нибудь я тебя пристрелил. Но раз ты выродок единственный, кто может нам помочь, то так и быть. Где я тебе достану опять бутылок водки, а? Да ты, я вижу, за кордоном все мозги оставил. Оглянись вокруг, ты на базе, военной базе. Чёрт возьмите, солдаты и дня прожить не могут, чтобы не выпить. Радиация, дела, хаа. Не радиация, ты бояться не надо, а... Не радиации, тут бояться надо. Совсем не её, вобще смотри. Поищи в кустах, хромных местах, химить. Может и на чердаках полазать. Если залезть, сможешь. Там наверняка, ребята, заначка. Будь ты проклят, старый хрыщ! Окей. Да, не задолгоюсь у нас с этим дедом отношения. Он какой-то реально... Ну, контуженный. Так. Укромные места. Ну, давайте сейчас сначала проверим бараки. Наверное, самое дефолтное. Хотя... Притать водяру в бараках, это такое. Укромные места, уголки. Уголки. А, о, тихо, есть. Ага, одна имеется. Сколько у нас всего? У нас всего сейчас с вами одна. Так, второй варик чердак. Чердак, укромные уголки. Чердачок. Ммм. Так, ну я раньше сюда залазил. Правда, это было очень хардово. С помощью этой вот плюхи. Сейчас попробую еще раз. Не факт, что смогу. Реально, не факт. Это прям... Я сначала один раз так сделал, потому что у меня бах, что получилось так сделать. Так. Обходи. И сейчас прыжком. Ага, отлично. Залезли. Так. Здесь что-нибудь есть? Нет, здесь водки не имеется. Куда ж ее, сука, зарыли-то? Блин, я застрял. Ну что ж такое? Да ё-моё. Вообще не вовремя, братан. Давай вылазь как-нибудь. Какого хрена? Какого? Просто почему здесь не может пройти, что не понимаю. Ну доска, ну да, ну и что дальше? Во, ура, пролез. Так, а теперь мы выпрыгнем как-нибудь. Пожалуйста. Ну пожалуйста. Капец. Ох, я не люблю такие херни, но... Хоть лезь в конфиг, а подкручивай прыжок, чтобы он был на пару миллиметров повыше. Ну что за... Что за дичь? Ну что это за херня, ребят? Ну какого хрена? Пощади, игра. Походу нам не будет пища, да ни хера. И мы сюда навечно запрыгнули. А, нет, вылезли. Слава богу. Так. Второй чердак вот здесь. Там тоже есть какая-то дырка. Главное, блин, долететь бы до сдула. Ага. Есть контакт. Опа. Рюкзачок. Три бутыляра сразу. Зашибись. Так. Пол дела почти сделали, осталась одна бутылка. Одной бутылкой еще надо отсюда вылезти. Вот в чем проблема. Тихо. Можно в другое окошко, пожалуйста. Тут вроде получше. Ага, здесь сразу залезли. Так. Давайте загрожить, залезли. Да елки-палки. Одного удара на парня сразу плохо. Здесь что-нибудь имеется, интересно. Вот в чем варик. Ну, я водяры пока не вижу. В кустах. Да, давайте просто сейчас вокруг периметра так пробежим. Тихо, тихо. Аномалии мне не надо. В кустах нету. Я видел водку. Стоит родная. Все, опять. Отлично. Просто не почувствовал. Парень себе поставил. Блин, бедный парня, как будто спустится с вышки в ночную смену, когда уже, ну, когда будет парень сменять патрульные ночью. Он, наверное, от себя заныкал, чтобы спуститься, потом он неплохо так бухнуть после бурного дня. А я ведь забрал скоты на неблагодарное. Так. Нашел твою водяру. Ай да, Мишаня. Ай да, молодец. Вот ведь можешь, когда захочешь. Ну, присаживайся, я наливаю. Что? Нет, я пить не буду. Опять 25. Что ж ты за мужик такой? Что даже 100 грамм выпить дедушка не хочешь? Ну, раз не будешь пить, сам все, выжжу и спать пойду. Аномалии будешь болтами разряжать. Пока мне надоест, они сами не исчезнут. Боже, как же ты заебал. Хрен с тобой наливай. Ммм, хорошо пошла. Что-то было и времена вспомнилось. Как за артефактами ходили с кремнем. Как мутантов на свалке отбивались. А как Люсику в баре с Торинген отъебать. Тьфу, так о чем ты там речь была? А, ну давай накатим. Аномалии! Как избавиться от аномалий? Наливай. Аномалии, артефакты, дорогие, кстати, штуки. Помню, как-то раз нашел я один. Лунный свет называется. Дорогущий, зараза. Да и что самое интересное, нашел где-нибудь на свалке. На свалке, Миша, которые местные шестерки Борова каждый день вдоль поперек шерстят. А лунный свет штука-то непростая. Она там в организме меняет что-то. Выносливаясь, дай бог, становится. Братан, зачем мне лунный свет? Как аномалию убрать? Убрать, ха, ща расскажу. Вспомнил вот. Как-то сталкер здешний, Ваня Зубила, был такой тут у нас. Схрон решил сделать. Знаешь, наверное, заброшенный хоскорпус, да? Так вот, залез Ванюша на трубу. Прямо над одним из проходов. Засунул туда рюкзак, сложил добро. А добро-то не простое, а я свал. Очень хорошая пушка. Ну так вот, засунул, замотал, замаскировал, как мог. И ушел под крышу поспать. И радиацию вывести, прям как мы сейчас. Точно. Так вот, утром просыпаемся, а там бац, прям как у нас ситуация. Аномалия проход перегородила. Ты прикинь, аномалия-то обычно на земле возникает. Тут на небе, 3 метра над землей. Так ищу прямо возле тайника. Вот тогда Ванюша и понял, что значит счастье. Психанул, нажрался и на здешнее болотосо зачем-то пошел. Там его твои коцелапы друзья порвали. До сих пор там лежит бедняга. Опа, смска пришла. Отличное, Мишаня, афортит нам с тобой. Смотри, в хоскорпусе, там же где Ванюшин Хабарчик лежит, расположились мои старые друзья, охотники. Так вот, у них намечается крупная охота на Стронглава. Это такое здоровое мутантище на голову Кличко выше. Но, в моем, видимо, недалеко от него ушедшее. Так вот, у их лидера, Игната, есть то, что может тебе помочь. Я не знаю, что это. Может, какой-нибудь дезинтегратор, аномалий. В общем, они тебя ждут уже. Намечается большая охота. У-у-у-у, а я, пожалуй, прилягу. Давай-давай, старый. Игнат, Кличко, понеслась и дела. Так, а я свал над трубой. Это надо забрать. Знаешь, получается, мой тогда может выкинуть. Патронов у нас не шибко много, но, в принципе, пока что хватает. У нас около двухсот на калаше. Тут еще неплохо, поэтому сойдет. Так, над какой-то трубой, над проходом. Я, в принципе, понимаю примерно, где это находится. Я думаю, особо долго в поиске не займут времени. Там труп не так много. Возле правого комплекса, возле входа со стороны свалки. Там есть сплетение труп. Меня больше волнует то, что он сказал, что на болотах лежит этот парень, который с ним был. И что он до сих пор там валяется. Возможно, у него есть какой-то ПДА, и все как-то связано. Но, блин, там куча радиации, и просто так весь туда не хочется. Если кто-то находил, ребят, напишите в комментариях, есть ли это ПДА. Потому что, если имеется 100%, то это полезно. А если нет, то нахер оно мне нужно. Так. Ну, мне сразу надо на крышу. Без вариантов. Силы быстро кончаются. Пока что хотелось бы, конечно, отметить модификации. Геймплей не особо шибкий. Все связано на текстах, но это нормально, в принципе. Нравится то, что разнообразие. Разнообразие квестов. Они им порой глуп. Я аж сыпанулся, ты шутишь, что ли? Это было, конечно, весело. А квесты разнообразные. Как-то не изъебываешься играть. Прямо реально. Ебушки-воробушки. Так, вот они, трубы начинаются. Смотрим. Вот он, проход. Блин, а где мой бинокль? У меня же был бинокль, елки-палки. Вот оно. Так, вот трубы, вот проход. Нет, нифига. Ага, вот ребята сидят. Что-то какие-то нихера не охотники. Больше похоже на бандосов. Друзья, блин, Борова. Да елки-палки. Так, вот тайник раз. Нет, пустой. Это не тайник, нет, это лампочка. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. На скилухе. На повороте, главное, не слететь. Гуляем, блин, по трубам. Слава богу, что не по трубам, конечно, но... Тихо, тихо, тихо. Это было близко, мы могли упасть. Так, нет, тайников здесь не вижу. Ам... А, вот он, походу, это он лежит. Но аномалия здесь тоже не видать. Не, не то. А-а-а-ах ты, вот оно чё. Так, а здесь обычная, это, воронка засасывающая. Её можно приближать, у неё действие. Она за 3 секунды только заключается, поэтому... Давайте попробуем, что ли? Ну да, даже не почувствовал. Пам. Аномалия класса трамплин. Опа! 9А91. Автомат 9А91 основан на отводе пороховых газов на канале ствола. Запирание осуществляется поворотом затвора на 4 боевых упора. ОСМ, эм... Куркового типа. Позволит ввести огонь и ночью, перенебренный очередями. Обвесы, ПСО, глушитель для... Отлично! 5 косарей. Очень маленький вес. Сверх маленький. 2,47 Абакан просто. Статы просто сумасшедшие. 2 аптечки и ещё патроны. Забрать. Так. Тихо. Где она? Смотрим. Ух! Красавица. Отлично. Так. Прицел. Глушак. Причём это для него именно огромный. О! Слушайте, вот это вкусно. Вот это хорошо. Так, ребят. Здорово. Да я тоже, только чешуя. Так, Игнатушка. Это ты, походу, да? Игнат? Игнат Тихий Сергеев. А, Игнат? Да, это я. Молодец, что пришёл. Лишние руки не помешают. Борда посадил тебя в детали нашей операции? Ээээ, если по ощущениям можно назвать пьянку, то да. Ой, да ладно. Лишний раз зверя править никогда не помешает. Итак, смотри. Наша главная цель – Strong Lab. Огромный, мощный, страшнее других кровососущих тварей в разы. Также его особенностью является особая репродуктивная система. Он может воспроизводить себе подобных самостоятельно. То есть без самки. Именно поэтому по одному они обычно не обитают. Недавно мы вычислили, где питает данный индивид и сразу же двинули в рейд. За его частью очень хорошо платят яйцеголовые, так что в накладе не останется никто. Так, мне вопросы не нужны, мне надо аномалии отрубить. Бородан мне что-то рассказал. Как только справимся с вампирами, я дам тебе одну вещь, которая может этой проблеме. Хорошо, двинули. Э, встали. Давай, 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 давай. Поднялись. Кстати, радуга, ребят. Радуга! Деньок-то хорош намечается. Слушайте, а это... Ребят, никто не верит в сказки? Может, надо пойти на начало радуги и поискать... Этот... Лепрекона с золотым лукошком? Нет? Ну ладно, не хотите, не хотите. Только не говори мне, что он в этом странном туннеле. Не поверю. Конечно, немножко туповато. Я бы сказал, если бы не сказали, мы нашли сверхсильного кровососа, я бы еще поверил. Но завалить Стронглава, вокруг Стронглава слишком огромный, надо настроить сюжет. Вот, по сути. Вокруг Стронглава, вот не знаю, вот в персонажской аномалии построен сюжет, потому что, ну, это их отдельный герой, потому что это кровосос, который умеет разговаривать. Самый древний, самый старый, самый сильный, самый изощренный, которого, кстати говоря, чуть не убил долг, скинув его с крыши на заводе Росток, но ведь он выжил. Так, и где он? Я пока не вижу никаких следов кровососни. А ребята уже вовсе напряглись. У них дроба, да, кстати говоря, им попроще будет, чем мне. Я прям что-то предчувствую, что сейчас какого-то одного из этих ребят просто унесут в кустики. Чупенькнут. Все на картонах, давайте тоже сядем. Фонарь отключить. На картонах, на картонах. Не, ну я готов. У меня ствол, в принципе, если что, я могу достать Абакан, там под ствол. Здорово. Опа. Нас зажали со всех сторон. Юник, юник. О, вот он, вот он. Нихера себе, он огромный. Сука, сука. Тихо, тихо. Алло, успокойся. На ножа, на ножа, на ножа его. Иди сюда, сюда, иди. Иди сюда. По-пацански сейчас мы... Тихо, 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 тихо. Где? По-пацану, он мой. Он мой, не трогайте его. Ох ты, ёп, сзади напал. Крыса, крыса сраная. Где он? Сука, давай. Изи. Изи, изи, изи. Нихера себе. В колючках. Огроменный. Лол. Чё-то всех положило. Дима, колобок. Колобка больше нету. Степан Глобус. А, нет, не всех ещё, вот парень. Двое выжили. Пустышка выпала. Байсика, индюк. Ну, походу, Игнат выжил, да? Всё нормально. Нихеровенько, слушайте. Блин, такой простецкий квест. Я сначала хотел, типа, на нож его посадить. Я пару раз по нему попал. Со второго тыка. Но ему было похеру. Обалдеть. Вот это рейд-босс. Слушайте, лост альфа, пожалуйста. Блин, в таком простецком моде, как бы, вот это было неплохо. Не скажу, что это была супер-битва. Но это похоже на Стронглава. Он поебал нас в ловушку. Стронглав очень умный, зашрённый. Нас зажали. Чпенькнули. И он реально, как минимум, похож на босса. Что реально круто. За этот, за вот этот квест, респект разработчику просто огроменный. Так, два спаса целых мне нужны. Я решил побаловаться, не буду спорить, но... Уж простите. У меня, походу, кровоточка, да? Кровоточка и радиация. Всё, меня отпустило. Чё-то аж поймал я адреналинчика. Да, это было нелегко. Но, тем не менее, мы это сделали. Кровоточка с повержен. Мы все счастливы. Как залежим раны, так сразу выдвинем на янтарь. А сдавать по кусочкам это чудо. Аномалия? Что с аномалиями, Игнат? Ах, да, твоя проблема. После таких боев все из головы напрочь влетают. Так вот, я дам тебе артефакт. Мы его шуточно называем дезинтегратор аномалии. Он очень редкий, и на самом деле, мне проще тебя пристрелить. И никому ничего не отдавать. Но, Борода, мой старый товарищ, если он попросил тебе помочь тебе, но я не откажу. Дружба, знаешь ли, такая вещь, предавать нельзя. Так, стоп. Кажется, мне на ПДА сообщение пришло. Это Борода. Он просит тебя срочно появиться на базу. Моёра Зеленцова, у них там какие-то срочные дела. Тебя ищут. Давай тогда, как у себя там, разберёмся с прольёмами. Тогда и приходи, я дам тебе дезинтегратор. Блин, ну это чё-то странно. А почему нельзя сразу его отдать? Чё за прикол? Ну окей, сбег. Ох, поймал. Любитель бегать по локации. По неправильным тропинкам. Ну давайте посмотрим, что там случилось у этих ребятишек. Блин, я ли добежал, ёлки-палки. Так, где этот петушок? Чё там случилось-то? Что, что, братан? Я прям это... Пока я бежал, две банки вздохал этого энергетика. Михаил, у нас возник серьёзные проблемы. Кажется, нас прослушивали всё это время. Что? Вы же понимаете, что операция секретная. Меня в зоне вообще быть не должно. А у вас тут утечка. Сейчас мы и займёмся решением проблемы. У нас на базе служит бывший сталкер. В зоне у него прозвище радист было. Ну так его и займём. Именно он обнаружил утечку данных. Идите к нему, он находится в одной из казарм. Хорошо, пойду искать вашего радиста. В одной из казарм, сука. Ты не знаешь, где находится, где твой подопечник, что ли? Этот майор меня чё-то уже бесит на самом деле. Зеленцов, Зеленягин. Говно, он, а не лидер. Он не готов был ни к операции у мужчин, ни к чему, зараза, блин. Ублюдок, а не пол... Майор, блин. Детите его за ногу. Утечка информации внутри военной базы. И чё за херня, блин? Это как вообще? Здорово! Ты радист. Выкладывай, что-то случилось. Нас слушают. Ну это я понял. Можно подробнее? Они, это всё они. Они здесь на базе. Ретранслирующее устройство. Это всё он виноват. Нет. Нельзя так. Нет. Она здесь, здесь на базе. Найди, принеси. Я не могу больше. Они всё слышат. Всё. Братан, успокойся. Найду твою глушилку. Вот чудеса. Где твою глушилку искать? Куда её могли засунуть? Не так поскольку хватило мощности, но её незаметно, чтобы не увидели. Ладно, поищем. Какую нахер глушилку? Найти глушилку. А чё его так плющило-то? Он прям это, с визгами так это что? Ему прям некомфортно было с нами разговаривать. Э-э-э-э-э. Глушилка. Так. Может здесь, да? Я прям почему-то... Почему-то, блядь... Мне кажется, что где-то здесь находится. Но это, походу, не так. Во, блин. Не так низко, не так высоко. На вышках навряд ли. Трансформаторы. Опять по крышам, что ли, лезть? Прикольно, блин. Ну, давайте поищем, что делать-то. Так, ребят, продолжаем играть. На самом деле, это просто, не знаю, какое-то безумие. Блин, вроде простецкий мод, но так и запрятать было это просто жесть. Если бы я, наверное, не залез на крышу этой херни, если бы я не начал палить бинокли, я бы эту херень вообще никогда в жизни не нашел. Находится глушетка на этих ангарах. То есть, ее только сверху можно запалить. Ее ни с одной вышки даже не видно, потому что все вышки закрыты сраными деревьями. Кто проектировал эту базу, я не знаю, потому что вышки без обзора. Так, запрыгиваем на эту сторону. Здесь, кстати, тоже стояла водка. Которую я уже собрал. Так, теперь главное допрыгнуть куда... Ну да, да, да. Ну, когда у нас с вами получалось что-либо с первого раза. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Хорошо. Давайте еще раз. О, залетели. И вот оно лежит, глушилочка. Так, забрали. Ё-моё, блин. Вот это нихера себе. Не знаю, разработчик, мне кажется, немножко перемудрил. Как это вообще найти, не знаю. То есть, я просто на рандоме стоял на... В этой, залез на самую крышу. Сначала подумал, что это будет здесь на навесе. То есть, как бы, ни высоко, ни низко не видно. Я почему-то палил сверху, типа, сразу, чтобы посмотреть. Там оказалось пусто. И решил просто пропалить всю базу с бинокля по кругу. И уже оттуда вас запалил... Там, кстати, я тоже не особо хорошо-то видно. Запалил просто какую-то херню. Не знаю, похоже на какую-то текстурку. Решил проверить, что это такое. Но вот удалось найти всё-таки эту глушивочку. Ретранслирую ещё устройство. Так. Вот, держи, болезненный. Что будешь с ней делать? Ты! Ты нашёл её! Растоптать, расстрелять, уничтожить. Я всё сделаю, сделаю всё. Спасибо тебе. Но он, он всё слышит, он вернётся. Нет, не могу больше. И как Зеленцов тебя не торгнул с твоими чудесами? Зеленцов? А кто это? Ууу, всё ясно. Пойду расскажу всё майору. Так, обратно к майору бежать. Не совсем понятно, про чего он нарёт, а этот парень. То ли он как-то к осознанию подключён, то есть он несёт эхинею на уровне монолита. Прям очень схожую с монолитом. Да, ну и квестик. У меня прям начал пригорать уже в какой-то момент, потому что вообще не было никаких намёков. Сначала подумал, что надо что-то найти, что нужно уничтожить, то есть как будто какую-то вещь, которую нужно расстрелять. Тогда вариантов было прям уйма. Но, блин, повезло. Повезло. Так, почему не сказали, что держите психов? Радист явно не в себе. Постой, что? Как не в себе? Я говорил с ним недавно, он, как всегда, был полностью адекватен. Иначе зачем тут психов держать? С ним, я на что случилось. Надо бы что-нибудь с ним поделать. А с прослушкой мы разобрались. Ну, хоть одна хорошая новость. Так, сейчас я буду разбираться с радистом. А вас хотел видеть Эль Брут. У него комделок какой-то. Ладно, схожу к нему. А где находится лейтенант Брут? Прикольно. Просто, просто тебя ищет лейтенант Брут. Я не знаю, где он находится. Он в последний раз был, честное слово. На самом деле, скоро начнут этих людей убивать. Вот этих вот уродов. Вот я не знаю, как это вообще описать. Это все, как бы это неописуемое чувство. То есть, эти странные... Они здесь не нужны, эти инбиси. Они не видят никакой атмосферы. Они просто ничего не создают. Они просто ходят по таймингам. Причем, есть какой-то глюк, что в левую сторону почему-то людей уходит больше, чем в правую. Так, а где этот Брут-то? Брут-то? Ты где-то? Я не знаю, где я в последний раз увидел. Ты Брут? Нет. Здесь у нас дед находится. А где инбисианант Брут, я не знаю. Братан, это не смешно. Ты мог подгнать немножко информации? Что за херня? Ага, ну вот он, походу, нам машет ручкой. Да-да, хайушки, хайушки. Здоров, мэн. И вертушка так и висит. Господи. Как же она орет. Неуносимо просто. Не просто до вас добраться. Но ничего страшного, вы тут добрались, и мы уже сдались вас, понимаете, зоня никакой стабильности. А, так это же было уже. Странно. Хотели меня видеть? Да, хотел. Я тут отвечаю за безопасность, и у нас небольшая проблема возникла. Патрульный отряд на связь не выходит. Нужно сходить проверить. Ну, понятное дело, я пойду с тобой, кажется, это дело не чисто. Отряд, говоришь? У меня дела поважнее есть, возьми кое-нибудь другого. Да я бы и рад, но некого, занятые в патрулях, снарядах, а нарядах поддерживать безопасность. Сам понимаешь, сейчас вокруг одна чертовщина творится. Не дай бог, на базу проникнут, тут такое начнется. Окей, пошли. Блин, меня немножечко начинает бомбить, прям по-сильному. Потому что мне не дали сраный артефакт, который является дезинтегратором аномалий. И до сих пор там парни стоят. И не факт, что они сейчас как бы не сдохнут просто так. У меня есть прям подозрение, что их сольют, и мне придется потом этот артефакт еще искать по зоне. А это вообще будет очень плохо. Во-вторых, проблема, что я хочу в лабораторию попасть. Я уже заработал артефакт, который аномалий отключает. Я хочу внутрь. Мне интересно, что с учеными, что внутри. Мне вот абсолютно насрать на вашей базе. Мы его могут, не знаю, всю разнести под основание. Мне будет просто похеру. Зачем я это делаю, я не понимаю. Где патруль? Кажется, я вижу, но ребята лежат, но только без движения. Это все очень плохо. Надо бы тела проверить. Может, ты еще остался живой. Сейчас спрягнись и давай за мной. Но только осторожно. Ладно, пошли, пошли, не сыпь. Блин, я, наверное, возьму дрободан сейчас. Есть у меня какое-то плохое предположение. Здесь, кстати, да, ребята заметили, что подписчики написали, что здесь какой-то стоит оружейный пак, и он прям выделяется. Очень сильно на фоне ТЧ-шных паков. Перезарядка, все дела, все круто. Я прям с Фандером иду, в принципе, похеру. Если будет какая-то тварь, то легче ее слить. Что может быть сильнее с Тронглавой? Мы его уже убили. А, ну это Кабан. Это смешно. Это я даже не почувствовал. Пошли дальше. Я там уже никого не вижу. Где он тела увидел лежащие, я вот не пойму. Ага. Так, калаш мне не нужен. Хотя вдруг патроны есть, надо забрать пока что. Бандитский склад. Так, ну одного я зачекировал. Где еще ребята? Они, блин, зеленые, их нихера не видно в траве. Вот так и загнешься. Ужданый собачий. Ну и что ты встал? Не стоило тебе сюда прилетать в мешание, не стоило. Теперь света божьего ты не увидишь никогда. Отправишься к отцу своему извечному на небеса. Слышишь этот звук, чуешь этот запах, запах смерти. Что ты несешь? Вот так и загнешься. Не за хвост собачий. Здравствуйте. Можно вопрос? Вы кто? Какой-то чувак, и он, походу, подконтролил моего этого дружка. Ему плохо. Он сейчас сдохнет. И он мне враг. А куда это чепушило делся? Ага, вижу. Ну изи же. У меня, кстати, раз на па есть. Что-то я не понимаю. А что произошло? Ты кто? СВД-хо, причем прокачанная. Наемник опытный. Так. Моя твоя не понимать. Но мы заимели СВД-хо. СВД М2 дальнобойщик. Второй вопрос. Где оставшиеся трупы солдат? Он сказал, что здесь их было несколько, целая бригада. Я нашел только одного. Второе. Че он лев? Его нужно добить или что? Чтоб снимать инфу какую-то достать или что? Я не понимаю. Где еще трупальдены? Кого здесь нужно было зачекировать? Че-то... Слишком много здесь. Модификация вроде хорошая. Вроде... Она, знаете, она... Описывается одним очень простым, емким словом. Интересная. И на этом все. Ладно. Возможно, два слова. Еще я могу добавить увлекательное. Но она бредовая, сумбурная. Стронглав, вся херня. Медведи. Дед, который несет полнейшего химию внутри базы. Майор Зеленцов, который ни хера не контролирует свою базу. Здесь настолько много бреда, что его даже не писать никаким, никаким словом. Больше трупов здесь я, кроме этого парня, не вижу. Скорее всего, это была приманка. А остальные трупы куда-то тащили. Вариантов, кроме как убить этого парня, я больше не вижу. Так, получили какую-то информацию. Тайник под крестом. Я чисто предположу, что нужно вернуться обратно. Других вариков я не вижу. Возможно, я ошибаюсь. Трупов там я тоже не нашел. Все это было похоже на странную приманку. Один лежащий труп. Всей бригады нету. Парень почему-то стал вдруг психом тоже. Скорее всего, это все как-то связано. Причем здесь наймы. Наймы это вообще отдельная тема. И все это как-то связано с... Тут прям вот 250% с осознанием или какой-то с такой чушью. Сначала я подумал, что контролер прям вот сразу, когда он стал врагом. Типа, ну, думаю, все, за мозги взял. Плюс радист плывет. Скорее всего, контрабас даже можно не париться. Но ведь нет. Их что-то другое берет за яички. И сходя из того, что мы с вами играем совсем недавно в ОГСЕ. А там был прекрасный, просто прекрасная квестовая линейка в городке мертвом. По поводу хозяина зоны. Вот он такие вещички любил проделывать. Майор, я требую объяснений. Прям вот я требую объяснений. Так, Михаил, что за тон? Где Эльбрут? А Брут, он и в Африке Брут, майор. Этот выродок завел меня в лес и в дуэте со снайпером решил, что... Мне пора умирать. Я перебидил его свинцом. Что? Но я... Я не понимаю. Зачем ему это? Постойте. То есть... То есть Брут хотел вас убить? Он предатель? Нет, не верю. В корень, зрите, майор. Брут оказался мразью. Но разбираться придется нам. А, вам, а не мне. Так, давайте разберемся. Я за недостаточное время никогда не наблял за ним ничего подозрительного. Не зря же я его назначил на пост главы охраны базы. Но, видимо, я ошибался. Да что это вообще такое творится? Пропавшая группа, какие-то наемники, сошедшие к чертям собачьим, радисты. И теперь это... Ох, чуть мое сердце что-то нехорошее назревает. И все это происходит сразу после появления четвертой экспедиции. Так, надо успоко... Надо успокоиться. Хорошо. Допустим, какой бы черной ни была та задница, в которую мы сейчас влипли, выбираться как надо. Вы обыскали, я буду нашли что-нибудь важное. Ничего. Так, плохо. Игнат Майор там живой, с проблемами разобрался. Нам на интерь скоро заберется дезинтегратор. Я понял. Текст пропустили последний. Сейчас читаем. План, журнал, 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 история. Ладно, будем разбираться. Идите дальше, выполните свою работу. Окей. Думаю, ребят, пока что мы там закончим эту серию. Я не знаю, как это все описать. Это все описывается каким-то бредом. Вот, пока что это похоже на бред. Не знаю, как это потом вырулится сюжетом. Разработчик писал, что сюжет был достаточно сложный, ветиватый и окей. Посмотрим, посмотрим. Пока что это все похоже на кусок, огромный кусок, такой вот комок. Вот знаете, вот такой маленький бред стоял на вершине горы. Гора огромная, типа Эвереста. И вот его спустили вниз. И в конце вот как бы комы снега, ну точнее бреда наросли, как снег на этот маленький комочек. И вот буквально, как по геи второй серии, мы сейчас с вами имеем просто целый, не знаю, огромный сугроб бреда, который я разгрызти просто не могу. Вот, нам не дали дезинтегратор. Это тупорильнейший квест. Почему нельзя было сразу нам она удать и уйти на янтарь? Почему мы побежали на базу? Пришли на базу. Дед с нами разговаривает каким-то не таким тоном, он явно не военный. Радист какой-то отбитый. Оказалось, что этот лейтенант Брут тоже кидал его. Наемники почему-то, не знаю, как они вообще связаны с осознанием, они вообще никак не связаны по идее, но как-то связаны, вообще непонятно, ни хера ничего. Стронглав, как он здесь оказался? Почему вот и вот так подали? Майор Зеленцов, или как он, Зягинцев, хер его пойми, который, грубо говоря, глав зам этой базы, вообще ничего под контролем не держит. Он не знает ничего. То есть у него просралась экспедиция, он вообще не знает, что делать, у него паника. Он тупит, он зеленый, и он все, как бы на этом Шрек. А глава базы вообще баба, и ей просто насрать. Она красит ногти, не знаю, пьет текилу, и на этом все. А ей вообще пофигу, с ней нет никакой информации. Мы все делаем через посредника этого зелененького парня. То есть, хз, просто хз, надо пока что передохнуть, отдохнуть, и настроиться на следующую серию. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачки, и пока-пока.